Меня зовут Дмитрий, по многочисленным просьбам сегодняшний ролик будет посвящен тому, как и чем точить секатор и другой инструмент. Начну я с того, как точить и чем точить секатор. Есть у нас любимый секатор Felco и точила под названием Samurai. Это все, что нам нужно для заточки. Но предварительно советую зачистить ваше лезвие подсолнечным маслом, либо спиртом. Для вашей безопасности делаем мы это в перчатках, конечно. С обратной стороны у нас образуется небольшая стружка. Под углом примерно 5 градусов мы ее счищаем. Все, на этом секатор наш заточен. Также секатор можно точить и обычным камнем, который есть практически в каждом доме для того, чтобы точить ваши ножи. Помимо заточки секатора, точилым самурай, либо камнем, вы также можете точить ваши садовые ножницы. Для удобства мы его разобрали. Вот они в разобранном состоянии у нас так выглядит, да? Вот у нас лезвие. Принцип примерно тот же самый. Проводим. Для большего удобства советую зажать в тиски лезвие и уже непосредственно точить. Ну, естественно, мы тиски не используем. Все вручную, потому что все делается в полях обычно. Таким способом затачивается лезвие. Спрашивали, можно ли точить пилы и другие режущие инструменты. Да, можно, но очень осторожно, да, как говорится. Берете ножовку. Желательно, чтобы она была треугольная. Значит, берем пилу. В данном случае у нас она будет такая. И каждый зубчик отдельно затачивается. Значит, держим пилу. Опять же, ее можно зажать в тиски для большего удобства. Ну, я приспособился уже. Берем ножовочку и каждый зубчик вот так вот протачиваем. Заточили с одной стороны. Переворачиваем. И то же самое делаем с другой стороны. Есть точильная установка. Ею вы тоже можете точить ваши секаторы и садовые ножницы. И заметка для женщин. Это отличный подарок для мужчин, которые любят делать все своими руками. Но не забываем про технику безопасности. Это, во-первых, перчатки. Лучше те, которые не прорезаются. В данном случае у меня будут обычные очки. Но вообще на этих установках есть защитное стекло. Но у нас его нету, мы уже его обломили. Вот, поэтому я буду использовать очки. И лучше одеть что-нибудь с длинным рукавом, потому что летят искры. И не исключено, что полетят какие-то части. Но мы постараемся этого избежать. Итак, поехали. Покажу, как точить установкой. Для большего удобства мы разобрали наш секатор. И также разобрали садовые ножницы. Так, приступим к заточке. Одеваем, как я уже говорил, очки. И поехали. Прежде чем вы начнете работать, закрепите точильную установку, чтобы она не прыгала. Это первое. Второе. Здесь находятся два круга. С более крупным абразивом и с мелким. Которые больше подходят для шлифовки. Как раз то, что нам нужно. Итак, начнем. Ждем, пока разгонится уточильная установка. И точим примерно под углом 45 градусов. Видите, она у нас начала прыгать. Держим крепче. Сначала с одной стороны переворачиваем. И повторяем то же самое с другой стороны. Лезвие для садовых ножниц мы заточили. Это можно все проверить, будет на деле. Теперь пробуем для секатора. Будьте осторожны, здесь лезвие тонкое. Может кусок отколоться. Поэтому делаем очень-очень аккуратно. Принцип тот же. Под 45 градусов с двух сторон. После точильной установки, скорее всего, у нас остается здесь немножко стружки. Поэтому для финальной точки точилом самурак, я уже говорил, доводим до идеала. Здесь убираем стружку. С этой стороны также убираем стружку. Проверить легко. Если у вас ворсистые перчатки, так проводите. Если ворсинки остаются, значит, нужно еще подровнять. В нашем случае все готово. По итогу я хотел сказать, что секаторы и садовые ножницы, пилы, ножовки, вы, в принципе, можете заточить в домашних условиях. Но если вы используете бензопилы, кусторезы, в домашних условиях, заточить их крайне сложно. И большая вероятность, что вы просто сломаете режущее лезвие. Поэтому мой совет, отдавайте их либо в сервисы, либо в специальные организации, которые занимаются заточками таких изделий. Там это сделают профессионально, у них есть на это специальные установки. В принципе, они продаются, эти установки. Вы также можете найти их в интернете и купить, подарить вашему мужу. Но это уже по вашему желанию. Мы лично отдаем такие инструменты в специальные сервисы, где нам там все делают, все быстро, качественно и, в принципе, недорого. На этом у меня все. Также советую посмотреть ролик про выброс секаторов. Какой лучше, какой хуже. И какой подойдет именно вам. А с вами был Дмитрий. Всем до новых встреч и пока. А, забыл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, что-то еще вас заинтересовало. Допустим, точильная установка, какую выбрать. Я вам тоже по ней расскажу обязательно. Ну все, пока.